топ-30 и жека макаровский квартал на первом месте сейчас пойдем и посмотрим звукоизоляция наружная но за счет таких стен она здесь получше будет да и окна здесь мы как выяснили лучше то есть в этом вопрос нет но тем не менее вот смотри мы шумоизоляцию делаем вот она это вы делаете это мы делаем да у застройщика такого нет ты говорил про наличие детских садов которые здесь поняли да солнечный свет нам все-таки больше пригодится тогда когда мы едим и готовим еду поэтому стол и кухонный гарнитур нужно смещать как можно ближе к окну теперь давай обсудим что такое бизнес-класс на твой взгляд и соответствует ли жека макаровский бизнес-класс именно та часть которая позиционируется бизнес-класса это это очень большой части бизнес я я бы я бы снижал немножко этажность как показывает практика александровского сада твоего упомянутого там плюс-минус цене тот же и как-то это получилось сделать количество квартир на это же соответствует количество парковочных мест относительно общего числа квартир в комплексе соответствует но вопрос в остальном очень не дурно но вот нюансы дорогами надо учитывать в моем понимании ну то есть мы видим начинку да уже открылся хороший фитнес-клуб с бассейном там можно прям со двора смотреть во дворе там беседки как корт ну тогда то есть в целом хорошая начинка обещали там правда теплицу когда еще демидовскую или какую там с ананасами выращивать но это больше но больше навалу самое ценное я думаю что у всех выход на набережную поэтому это очень круто что касается двора я тут наверное не возьмусь судить честно но на мой вкус мне оформление двора не нравится какой-то советчины отдает она безусловно не брусничная в хорошем понимании не голландская архитектура не сильно ландшафтный дизайн но наполнение функциональное наполнение а давайте сравнение вот если сравнить с брусника вот брусника на сегодняшний день делает самые офигенные дворовые территории слушай но дело отступления по этому поводу как я сказал здесь на печорских брусника будет строить причем вроде как там в этом году где за челюски брусника будет тратить поэтому ребятам надо продаваться потому что если брусника там в южных кварталах каких-нибудь рядом с цыганским поселком делает то что хочет делать или там шишинской горки то здесь то они забабахают твой они забабахают здесь такое что я боюсь что будет тяжеловато тягаться там там в плане ландшафтного дизайна все это ведь вопрос кого приглашают архитекторов ну можно пригласить там тех же голландцев например ну условно или нормально наших нормальный есть у нас хороший архитектор есть мы например так и риэлторы у нас хорошие в городе я не сейчас не критикую двор я просто сравниваю у брусники объективно лучше у брусники просто объективно уже концептуально все гораздо интереснее и они уже показали как это умеют набили какие-то шишки там типа батут во дворе батут не во дворе я думаю что они здесь дадут как-то бомбическое решение потому что явно это будет там а плюс класса здания я сейчас покажу вставочки подъезда из дома элит-класса так сказать насладитесь и облизнитесь что называется я сегодня зашел такой типа чтоб я так жил да да очень круто красиво помпезно наоборот так выдержанно не помпезно выдержанно но в общем приятно с лоском конечно в бизнес-классе будет не так попроще будет попроще но в целом лобби неплохое лобби неплохой но в целом достойно ценник метро только я слышал не сильно дешевый обслуживание то есть ну надо понимать что за это лоб придется платить по гаммоналки понесет значит единственный параметр который не соответствует бизнес-классу насколько я понял это этажность ну для меня субъективное расприятие сейчас бизнес городят женева у нас не меньше это же и гаринский у нас не меньше тоже и да винчи у нас не меньше тоже и поэтому но зато у них спуск прямо на лифте парковка но это стандартное решение счет для бизнеса это нужно делать не великолепно в этом плане великолепно оборудованы и паркинг он 1000 мест так там на 900 квартир от извините это уже в нашем бой вырыли вот и не стали рядом строить наземный 7 уровневый паркинг реки как же города не вы там есть свечку воткнули там будут рядом тоже стоит на землю напротив окон домов и прикинь буду стоять и газовать а там как бабушки с чайхом напротив ну что там такая плотность там бабушка уже думать я тебя уверяю вот бабушки они даже здесь будут так думать когда им построили 27 этажку под окнами и типа как бы не дают теперь издалека но есть ну паша сейчас твоя любимая тема сравнения цены цены когда человек выбирает квартиру да не смотрят например на жека макаровский квартал наверняка он смотрит что-то рядом вот давай ты как риэлтор ты же сейчас риэлтор расскажи нам пожалуйста какие есть альтернативы или может быть их нет и вообще адекватно ли цена в этом жилом комплексе ну во первых смотря какую квартиру потому что однушек здесь не осталось на сегодняшний день вообще во всех вот семи подъездах вот двушки стали я если ты говоришь рядом здесь из новостроя который в принципе попадают на карту если ты введешь там дом после 2010 года это многострадальный гражданская один с рядом с набережной который там не потому что нет он сдан он подтапливал там паркинг какие-то были слухи о том что заключение липовая гидрогеологии гидрогеологии и там квартир то продано полтора они когда-то там два года назад вышли на риэлторское сообщество заломили какой-то непонятный ценник типа 110 тысяч метров квадратные я говорю ребят вам надо продаваться пока вот это не построилось ну потому что здесь двора там продали не продали сейчас стоят всеми же ценниками но там пятикомнатный например там сильно дешевле будет условно чем да винчи вот это бедняга многострадальный ну на мой взгляд может быть я я рад буду ошибиться но это финальный проект смутри очень надежного застройщика и исторически долго существующего застройщика в городе на воскресенье то я думаю он уже не выйдет после вивальди да винчи там три шаг творится полный там людей собирают соглашение в общем ну отдельная история но он тоже есть начали строить давно до сих пор не сдали люди купили квартиры или купили квартиры ехать да 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 к сожалению это так и плюс ко всему это дома которые воткнули во двор существующие уже так слушай но это вот это было изначально понятно то есть люди которые не хотели челюстницев рядом было понятно воткнули нет ты может быть не согласен но это было изначально на карте ты мог сразу взвешивайся за и против а вот то что у тебя дом восемнадцатом году не сдастся не рекомендую сейчас тяжело ну по моей информации по последней да я бы вот это сейчас сравнивал не привязываясь к локации но центральному поясу с проектом ленина 8 от принцип недвижимости ну который типа новый тихин называется дожди так это вообще апартаменты нет 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 ты путаешь главный проспект это апартаменты а на задней части сейчас строят там причем комфортная этажность 5 11 а вот в центре чтобы окупить экономику 28 этажных фала спросите за выражение но в целом как бы концептуально лобби там бассейн фитнес-клуб вот они похожи они похожи но у реки нет к сожалению получается что рядом здесь купить что-то подобное не что-то подобное с точки зрения концепции пока нельзя очень ждем бруснику я думаю что она откусит часть телевого аудитории макаровску я смотрел ценники никонова но есть либо квартиры прям с таким ремонтом что типа нулю человек платишь и платящий 100000 метр квадратный скажет нет ребят я в этом жить не буду либо просто ну дома уже морально устаревшие на мой взгляд вот прям такое чтобы альтернативы старому жилому фонд ну не подобрать а если денег нет хочется здесь на мой взгляд если только ты любитель то есть там же есть история что люди покупают такие дома там ну я вот пятиэтажку люблю мне вот эти вот 900 соседей во дворе нафиг нужны я хочу там два соседа которых я лично за руку жму немножко другая история если вару мизу не важна история вода то причастность там вот типа здесь жил такой-то там исторический деятель какой-нибудь ведущий архитекта это другая тема но если вам нужна современная новостройка то здесь нечем сравнивать какой-то там там есть еще мельковский если слышал во дворе вот нули такой трехлистник вот за зданием ну блин не потолки не наполнения не нарезка квартир ничего не соответствует ценник примерно тот же но это заводов урал трансбанк по моему там вообще грязная история с подрядчиком было очень не рекомендовал оказывается он много знает поэтому я здесь ссылка поэтому здесь ссылка спасибо вы такие приятные вещи пишите про меня звоните мне говорите что любите сюжета я рад резюмирую ленина 8 макаровский квартал александровский сад сад у реки только эти товарищи во время прогулки по макаровскому кварталу мы не упомянули еще один комплекс которым возможно у кого-то будет сравнение главного героя нашего выпуска жилой комплекс мельница я объясню почему лично я не считаю их равными по классу соглашаться или нет каждый зритель будет решать сам ну первый вопрос вот я сейчас на сайте мельницы читаю что высота потолков чистовой отделки 2 7 метра все-таки не стал бы я относить это бизнес-классового несмотря на то что понятие класса как и неоднократно говорил в сюжетах со своим участием на сегодняшний день взрядно размыто тем более я бы не стал относить бизнес-классу квартиры там по 28 метров квадратных и дешевле 3 миллионов то есть в целом учитывая еще и один из домов которые общей высотностью 35 этажей довольно довольно непохожие сочетание относительно того же макаровского квартала относительно там упоминаю во мной александровского сада и проект который рассматривал иван поэтому комплекс еще имеет локацию которую я бы не стал сравнивать с той локации которым увидели у макаровского потому что он очень близко к ж.д. вокзалу и северному автовокзалу и учитывая наличие апартаментов формат который не сильно прижился на нашем рынке но вот есть у него ряд нюансов которые так и не решены несмотря на то что оформляется в собственность можно использовать не под жилое назначение и могут возникнуть какие-то не самые приятные соседства с этим вот и комплекс близко к автовокзалу и к ж.д. вокзал как и сказал и было опасение в профессиональной среде я не то чтобы его разделяю но как бы она не безосновательно что это станет неким таким перевалочным пунктом для приезжающих в город потому что апартаменты и маленькие квартиры продавались довольно дешево локация что называется самая удачная и в общем то весь двор будет использоваться вот жителями которые прям для себя брали и скорее всего те варианты квартир которые будут сдаваться в аренду поэтому в районе ж.д. вокзала в целом я бы наверное сравнивал с другим проектом про который мы возможно еще сделаем сюжет екатериницкий парк вот они совсем близко находятся как тот так и другой во всяком случае покупатели с которыми я работал к центру ну не относят по каким-то характеристикам то есть улица азина улица свердлова они довольно интересные с точки зрения архитектуры и исторической малокажной застройки но вот та часть которая где находится мельница она такая не сильно центральная что ли в глазах покупателя как мне кажется может быть я ошибаюсь и может быть кому-то действительно два этих проекта кажутся похожими не вопрос то есть покупатель безусловно голосует рублем но мое личное профессиональное мнение что во первых из-за локации это все-таки больше стоит сравнивать с экопарком во вторых из-за общей этажности наличие маленьких квартир наличие газоблока в наружных стенах на фасаде если посмотреть ход строительства и так далее это все-таки немножко другой класс и немножко другой потребитель поэтому о проекте мы в целом не говорили но если зрители пожелают они могут оставить запрос в комментариях и мы сделаем отдельный обзор на проект про действительно интересный большой респект проспект девелопмент за то что они отреставрировали здание самой мельницы и сделали на мой взгляд очень неплохой подарок городу то же самое 35-этажный небоскреб который позиционируется как там гонконгский и как очередная доминантно но мое профессиональное мнение это все-таки просто для того чтобы оправдать экономику проект для того чтобы дать какой-то рыночный ценник поэтому здесь здесь довольно спорно но вот за реконструкцию самой мельницы где сейчас будут там интересные форматы апартаментов я вот лично выражаю благодарность застройщику в остальном вот проект на мой взгляд не идет в мнение с проектом макаровского поэтому во время прогулки лично я о нем даже не вспомнил но зритель может выбирать ничего прям категорически плохого про проект мельницы я сказать на сегодняшний день не могу при его ценовой политики пока павел заключает очередную сделку по покупке и продаже квартиры я вам расскажу что здесь будет значит вот макаровский вот мы идем по улице вот здесь будет проезд челюскинцев и выезжать мы будем вот в ту сторону храму на крови туда вот по этой улице будет достаточно оживленный трафик сейчас это представляет из себя такую заставленную парковку очень много машин я не припарковать я думаю что жители этого дома совсем не рады но как говорится что делать а будет оживленный трафик и те зрители макаровского окна будут выходить сюда тоже будут слышать шум улицы да не просто выходить реконструкция подразумевает трехполосную вот здесь и напрямую на никонова трехполосную улицу да ну я мы здесь ведешь ведешь к которой эти скидывал то есть в моем понимании да но уезжаем на никонова туда на эту историю с развилкой я публиковал в 2016 год портал ингофикон только начинал с творчество то и у меня была статья можете ввести в google она все еще есть не макаровским единым называется и я к стыду своему надо это знаешь как бы немножко пеплом голову посыпать я сравнивал макаровский с да винчи который сейчас замороженно должен был сдаться где-то середине февральское мы там тоже квартиру делали и заказчики прямо плачут потому что хотят а дома там трешак там сейчас что-то я недавно разговаривал с дольщиками там есть риск что можно вообще заморозиться а есть риск что можно как с вивальди подписать какое-то дополнительное соглашение а тебе потом мопы вместо бизнеса дадут но академически 2 примерно поэтому там ну в общем проблемный объект и я макарский сравнил с гаринским вся статья короче про то как я лопухнулся подожди макаровский строится в полный рост и он сдаться макаровский макар но на тот момент просто я как раз оперировался лучше давай про улицу я как раз оперировал улицами то есть я говорил что первое там да винчи гаринский они все где-то в глубине от шумных улиц а здесь развилка с двумя трамвайными путями с четырьмя полосами там челюскинцев ты говорил что те лучше что те ну немножко другие потише по количеству квартир здесь на секундочку все дома которые вот там двадцать втором году до 100 900 квартир 900 квартир это девятьсот машин минимум ну тут тысяча с чем-то машиномест но учитывая какая категория здесь у каждой члена семьи по машине поэтому я бы умножил где-то на два с половиной девятьсот и в среднем получил число машин сейчас мы были на парке там помимо машин стоят квадроциклы, гидроциклы, лодки, лодки да мы понимаем что это за аудитория полный порядок и парковка вроде здесь разошлась там под элиткой здесь надо понимать что будет не так тихо как сейчас сто процентов здесь будет нормальная дорога с выхода на никона с каким-то троллейбусными кольцами лучше я беру тебя фрагмент видео вставить и люди увидят троллейбусными трамвайными троллейбусными да вот здесь где-то еще на никона в общем это надо ссылку да давай сейчас пойдем и вопрос в другом вопрос вроде как я там читаю во-первых я сегодня читаю информацию на сайте люблю что на сайте три минуты отсюда до метро написано три а тут километр ну я прям по дубльгисту линейку беру и километр ты за три минуты километр пройдешь уральская до динамо динамо вот же рядом динамо все мой косяк братан мой косяк ну ну да три согласен мой косяк не вставляю это в сюжет ну ладно вставь вот так выглядит челюскинцев да сейчас три полосы сюда и 4 туда вот здесь будет развязка под автами будет улица выезжать и вон а здесь не только дворы да будут а люди которые прям едут в сторону там сортировки и так далее не грамм будут вместо через будет мадагая дай бог будет просто катастрофа ну такой учитывая то что реконструкция макаровского моста сначала обещали чемпионату мира а никонова все еще никто даже не пытается заниматься и поздно будет когда-то когда-то да нет я не так давай так ну не говори там хорошо плохо неважно факт остается фото просто будет ну иначе здесь задохнется все у кого повыше но наверное не будут страдать от шума те у кого пойду это шум и пыль вернемся к возражениям моей коллеги например типа она там условно посмотрела александровский сад да и вот но 27 этажей но это не высота бизнес-класс ну как-то уже ну типа 300 квартир в трех подъездах 320 ну блин ну вот возьмем там дом на бульваре малоизвестный застройщик там дальше будет его нкс продавать а земли там совсем другие всего 89 квартир в доме двух подъездов а тут пищи а тут 900 в комплексе на двор там двора к сожалению не так много но у тебя там парк 22 пор съезда вот угуляйся то есть у тебя там типа дерево из окон я честно говоря вообще не понимаю кто покупает квартиры с видом сюда хоть на каком этаже а разобраны же нормально разобраны однушек вообще нет в доме ни одной однушки нет вид хороший понять можно потому что там трут шумы ну ну то есть люди скорее всего смиряются с тем что они ставят кондер и не открывают окна все точка но кондер свежего воздуха не дает ну он его охлаждает это понятно но смиряются и какой-нибудь еще там ионизатор чтобы он типа там воздух что-то очищал и так далее ну потому что как по-другому не откроешь ну куда это сейчас еще когда мост под ремонтом а когда здесь прям полный трафик то есть мы сейчас видим да машины здесь особо не гонят потому что они только-только вырули с ремонтированной полосы а но здесь еще кстати брусника у нас будет строить на ту же социалку на печорских за свердловской железной дорогой вот здесь нормально да у нас организованно ну давай сейчас вот только не будем вот это вот грязь вот эта вся история нормально вот ну заметь дави вальд это выглядит видеть с построенным типа построен внутри то все не так однозначно прям совсем не так однозначно с горинским с горинским ведь тоже блин с тех пор как горинский доверие моему любимому атомстрой комплексу родному до никогда тоже много вопросов любой бизнес-класс атомстрой комплекса это какой-то ну прям не концептуальный комфорт минус я бы так сказал не концептуальный комфорт минус ну ну то есть булгаков вот когда они строили к чемпионату мира атом ты приходишь типа там в квартиры что-то около сотки по-моему однушки потом продавать 100 тысяч метров квадратная но ты приходишь у тебя там чуть-чуть двора с этими вот этими классическими которые варламов критиковал ксилбаусик с малыми формами а паркинг вот просто вот так вот гудроном закатан черным и ты уходишь из дома где сотка тысяч метров это просто черное поле гудрона это бизнес чуть-чуть ну цена была такая но в понимании атома это бизнес я не знаю сейчас классификации но циник вот циник он тянет на макаровск или а возьмите женщину которая у нас с тобой в прошлом сюжете фигуриру она же сотку тысяч метров просит за свою ботанику она подняла мы с тобой говорили что я сторгусь она подняла на 200 тысяч метров и у нее сейчас 70 квадратов за 7 100 продается ну то есть ну не 70 там 73 например ну ну сотку ну то есть вот здесь например большие квартиры это 100 тысяч метров стройки не так долго ждать и там ботаника фурчика это дирижа бы ну несравнимые локации или там ленина 8 возьми да там тоже 100 110 тысяч метров у людей иногда к своим квартирам такое отношение что ты такой ну серьезно но надо признать что касательно вторички да я посмотрел дома никонова вот который близко к макаровскому который как бы не там вот где адмиральский так далее вот прям сопоставим на руках здесь все знают себе цену эти сколько чего понимаете находит и по ремонте как застройщика ну такой там немножко добавили акцентов и дым что 115 не вынь да положь а у тебя дом там как он там седьмого года ну чувак ну вот здесь двор да там там корт все дела и у тебя там холл который типа зашел пишите какой жилой комплекс вас волнует подписывайтесь на мой канал ставьте лайк на колокольчик жмите но и комментариях комментариях побольше согласны вы с моим мнением или нет может я что-то упустил дизайнерских вам эмоций